Здравствуйте, друзья! Мы с вами записываем разговор со Светланой Каф через Skype. И сегодня четверг, ну, по-местному, тут в Калифорнии где-то полвторого дня. И у нас на самом деле короткий разговор, потому что очень много вопросов по одной очень-очень узкой теме. И эта тема, чем все-таки закончилась вот эта вот идея о том, чтобы по-быстрому вызывать, в течение трех недель вызывать на интервью тех, кто подает на политическое убежище. Получилось у них это? Здравствуйте! Смотрите, что происходит. Значит, объявили примерно три недели назад о том, что будут вызывать на собеседование тех, кто подал на статус беженца в обратном порядке. То есть потенциально через 21 день после подачи. Значит, что мы видим в нашей практике? Примерно процентов 15 людей вызвали все-таки по вот этой новой схеме. И мы просим отсрочку минимум один раз, то есть можно просить по примерно три недели отсрочку по разным причинам. То есть первую отсрочку вообще без проблем разрешают всем. А вторую, третью отсрочку, нужно иметь уважительную причину. То есть нужно, например, нет переводчика или у юриста конфликт, например, два интервью в один день назначены, или человек себя чувствует. То есть нужно иметь какую-то уважительную причину, если нужна вторая или третья отсрочка. Они примерно по три недели, четыре недели переносят. Вот, то есть это на самом деле начало работать. И что поменялось теперь, то есть наш подход к подготовке людей и подаче документов поменялся. Он не такой новый. Он просто новый по сравнению с последними пару лет. На самом деле мы вернулись к той системе, которая была всегда до контактного свобода. То есть что сегодня происходит, это люди, когда приезжают, желательно как можно быстрее после приезда начать работу. Сами или с кем они работают. И подготовить документы и отработать максимально историю и все приложения к этой истории. То есть справки, другие документы, это не значит, что все должно быть отшлиповано на 100% и нельзя потом ничего добавить или исправить. Можно. Просто нужно хотя бы что-то послать максимально готовое с этими документами. То есть если потом есть необходимость что-то дописать, просто это не может противоречить полностью тому, что подано было в начале. Если нужно что-то добавить, расширить, исправить, в этом нет никакой проблемы и это не испортит само дело. Я только все-таки давайте уточню. Но если там 3-4 года назад мы говорили, ну не мы говорили, адвокаты иммиграционные говорили клиентам, говорили, ты не спеши никуда. Давай вот сейчас дождемся, когда будет там пару недель будет оставаться до истечения срока действия визы. Тогда подадим, в случае чего мы будем в out of status и соответственно можем обращаться в суд. Сейчас, давайте я скажу, как я понял то, что вы сказали. Значит, я понял так. Вероятность того, что ты окажешься вызванным в течение 3-х недель, это, грубо говоря, 15%. Ну, у нас. Ну, может быть, 15-20%. 15-20%. Если этого не произошло, то неизвестно, как долго это займет. То есть если это уже не произошло, то это уже не произойдет через неделю. Это будет долго. На самом деле это не совсем так. Поэтому можно подать на право на работу, как по старой схеме. То есть если не вызывают 5 месяцев, мы подаем на право на работу так же само, как мы подавали последние пару лет. Но просто, что получается, что вы говорите, поскольку вероятность относительно небольшая, то давайте тогда мы не будем ждать вот эти 6 месяцев. В смысле не будем тянуть с подачей до срока, до стечения срока визы. То есть если вдруг вас вызвали, вот вы попали в эти 15-20%, то мы можем там на 2 недели тут и в крайнем случае еще на 3 недели там отсрочить это на месячишко, который нам будет нужен, чтобы проработать детали нашей истории, с которой мы идем на интервью. Ну это как бы так и не совсем так. Потому что все-таки я советую, есть несколько моментов. Есть момент возможности апелляции при случае отказа, а также момент получения права на работу. То есть это 2 вещи, правильно? Я не советую подавать как можно быстрее. Почему? Потому что если еще пару месяцев назад, месяц назад мы подавали, допустим, через полтора-два месяца после приезда, и у человека, который приехал как турист, еще оставалось 4 месяца примерно разрешенного срока пребывания по B1-B2 туристическому виде. Но если сегодня так сделать, даже несмотря на то, что шанс, скажем, 15-20%, что вызовут быстро, если мы подали через 2 месяца и вызвали через месяц, нам будет сложно на 3 месяца растянуть это все. Поэтому все-таки лучше подавать к концу разрешенного пребывания. То есть кто турист, это 6 месяцев, но есть люди по G1, которые на 4 месяца приехали, есть как бы на F1, которые на год или два. То есть нужно смотреть, чтобы оставалось до конца адмишн где-то 2-3 недели. За это время, то есть получается для туристов 6 месяцев где-то мы ждем 5-5,5 месяцев. То есть нужно просто очень хорошо стараться подготовить историю, все документы и максимально быть готовыми. А потом, если нужно что-то доработать, на это есть время. Но это не значит, что мы подаем сразу и надеемся, что мы не попадем в эти 20%. Это все равно большой шанс попасть. То есть ваше видение такое, скажем так, как бы вы рекомендовали человеку, вы говорите, я тебе рекомендую побыть полгода, не подавая разрешение на работу, как-то так покрутиться и так далее, потом подать. Таким образом разрешение на работу как бы отсрочивается на, может быть, лишние полгода. Но, во всяком случае, если, не дай бог, там неудача или что-то, то не создается вот этот клубок проблем, что ты в статусе и с отказом. Есть шанс на апелляцию, и смотрите, мы не откладываем разрешение на работу на полгода, мы его откладываем где-то на 3-4 месяца, потому что мы больше не подавались с первого дня с приезда. То есть если раньше мы подавали через 1,5-2-3 месяца после приезда, сейчас мы подойдем через 5 месяцев после приезда. Поэтому на самом деле мы только 2-3 месяца добавляем, потому что мы раньше делали. Понял, понял. То есть как бы не так драматично вот это изменение. Ну, хорошо. А вообще, с точки зрения официальных публикаций, там же есть в компетентных органах? Ничего пока еще нет. Официальных пока нет, мы только в практике смотрим, что происходит. А касательно самих собеседований, пока что еще не было собеседований для людей, которых вызвали быстро, потому что их только вызвали вот в этом месяце, и мы всем просим минимум одну отсрочку. То есть еще с этими людьми новыми, кто подавал вот недавно, не было с ними собеседований. Но собеседования за этот месяц были с другими людьми, которые ждали пару лет. И в принципе ничего не поменялось в плане проведения самих собеседований. Вот после этого объявления, вот убрали лицу график вызова, да, как бы очередь это отменили. Сказали, что будет вызывать в обратном порядке, но в плане там вопросов, прохождения самособеседования, ничего не менялось, похоже. То есть все идет так же само, как было. Давайте я уточню. То есть задумка была такая, значит, тот бэклог, то есть вот те люди, которые уже были в подаче за пределами трех недель, разбирать их в обратном порядке. То есть вот это вообще никак не реализуется, то есть это отсутствует. Я говорила не про это, я говорила просто, что само интервью, то есть как вызывают, о чем спрашивают, я имела в виду, что вообще просто само интервью, нет никаких изменений в плане отношения к иммигрантам, с определенных стран или поведения офицеров. То есть в этом плане нет никаких... Понрав. То есть все выглядит так же само. А в плане очереди они сказали, что как бы будут беспорядочно вызывать людей. То есть скорее всего в обратном порядке, но это не очень приятно слышать, вот. Но скорее всего они будут вызывать с конца очереди, то есть те, кто подавал последними. Но это в практике не может долго выдержать, потому что люди не могут вечно ждать, которые подали пару лет назад. Поэтому сейчас начинаются немножко люди, начинают нервничать, и адвокаты делают запросы. У нас пока еще не было никаких официальных встреч. То есть все-таки нет практики такой, то есть не встречалось такого, что вдруг вызвали кого-то, кто подавал месяц назад, два месяца назад. Нет опыта в том, что порядок вызова изменился на обратный. Вот в моей практике сейчас, да, то есть у нас много клиентов, несколько сот в процессе. Вот, то есть у нас вызвали трех человек, которые подали меньше, чем полтора месяца назад. И у нас одного человека вызвали, кто подал семь месяцев назад. Остальных всех вызывают, кто подавал пару лет назад по очереди, которая была. Но семь месяцев вообще никак объяснить не могу. Да, то есть абсолютно не относятся ни к чему, вот так вот рандомально случайно. Но мы тоже откладываем. Смотрите, для цели подготовки, как вообще что делать, в каком порядке, все-таки мы рекомендуем людям, которые подавали последними, готовиться. А те, кто подавали давно, просто ничего не делать, пока ждать. Потому что в любом случае минимум одну отсрочку на три недели мы получить можем. Таким образом будет месяц или больше на подготовку, поэтому за это время можно все подтянуть. Вот, ну конечно, не мешает иметь какую-то черновую историю, какие-то справки, то есть подумайте об этом заранее, но месяц довольно большой срок или даже полтора, чтобы в любой момент вызвали кого-то, их нормально подготовить. С точки зрения неожиданной загрузки по времени для иммиграционных адвокатов, что-то произошло, то есть вы, допустим, планируете свою работу, и вдруг сверху на это сваливается интервью, на которое вы не рассчитываете. Стало ли труднее людям добраться до иммиграционного адвоката последние пару недель? Ну, наверное, немножко такое нервное состояние, смотрите, не то что, да, чуть-чуть не рассчитывали на эти интервью, но как бы постучим по дереву, да, можно сказать, слава богу, что не вызвали много тех, кто подавал пару лет назад. То есть примерно количество интервью не поменялось вот на определенное время, просто вызвали не в том порядке людей. Но добавилась работа для нас с людьми, которые начали волноваться, что же делать, и как бы те, кто бы ждали бы спокойно, сейчас как бы больше звонков и сообщений с вопросами. Психотерапия. Ну, да, и плюс как бы начать что-то делать, то есть немножко, конечно, это сбивает сколько людей, и это создает такую нервозность, и, конечно, больше паники, и больше работы с нашей стороны, потому что люди переживают, вдруг их сейчас вызовут быстро. Светлана, такой, может быть, я не знаю, провокационный ли это вопрос, но все-таки, ну вот, иммиграционные адвокаты, вы же там знаете кого-то, кроме себя, где-то вы там на тусовке вместе ходите, да, у вас есть какое-то общение такое закулисное, вот когда вы там обмениваетесь, и слушаю, у тебя как, а у тебя как, вот, есть что-то вот оттуда? Есть, смотрите, есть, я просто тоже, вы спросили меня, ну, вы сказали, что это, что не совсем корректно или что, то есть есть портал для, ну, как бы мы все, ну, почти все, иммиграционные адвокаты, особенно, кто занимается, ну, эксклюзивно, как бы, иммиграционным правом, мы состоим в организации, в ассоциации американских иммиграционных адвокатов, да, вот, и есть портал, как бы, такие чаты для иммиграционных адвокатов между собой, которые, как бы, считаются такими конфиденциальными частными, потому что, ну, как бы, туда нужно, чтобы дали добро, чтобы туда попасть на этот портал, то есть, по идее, чужие люди там, включая КОС, сотрудников не могут увидеть переписку. Если честно, я, ну, очень редко вообще там что-то пишу, но я получаю, как бы, всю, я вижу всю переписку между другими адвокатами, и просто, естественно, ради интереса смотрю, что они пишут. Мне иногда странно, что у них столько времени есть переписываться друг с другом, то есть, начинает возникать то, сколько у них клиентов, и как они успевают работать, если они постоянно там, как люди на Инстаграме, там, чего-то пишут постоянно. То есть, я, естественно, смотрю и обращаю на это внимание. У нас чуть ли не каждый день нам, это наша ассоциация, посылает какие-то новости, такие, как бы, daily, weekly, monthly, как бы, к нам приходят постоянно какие-то такие письма, где написано, что происходит в этой переиммиграции, на федеральном и на, там, локальном уровне. Вот, также есть всякие конференции, крупные, мелкие, какие-то такие срочные. Вот, и, ну, как бы, я слышу, естественно, даже когда я иду с кем-то на собеседование, на статус беженства, там такая большая комната ожидания, в которой одновременно может 20-30 человек с адвокатами сидеть. Естественно, те же самые лица туда приходят, и мы друг с другом там, естественно, общаемся и что-то друг с другом спрашиваем. Я вам скажу, даже когда я сижу, например, жду, пока нас позовут, и к окошку подходят люди, задают свои вопросы, там же все слышно, и слышно, что им отвечают, какие у них проблемы, и как им клерки тоже отвечают. Поэтому, естественно, приходит эта информация, как бы, прямая информация от того, что происходит у других. Вот, я сама, если честно, сейчас собираюсь поехать в апреле, через месяц-полтора, будет у нас раз в год такой action day от миграционной ассоциации нашей адвокатов, просят моббировать сенатора в Конгресс, чтобы там сделали какие-то поправки в миграционном законе, и, в общем, у меня пару таких сообщений пришло, но, пожалуйста, поезжайте, то есть я когда-то давно ездила. Вот, то есть там они собирают группу адвокатов, которые лицензованные, все иммиграционные, и просят, чтобы с разных штатов хотя бы кто-то поехал, а потом нам организовывают встречи с нашими представителями местными, то есть сенаторами и представителями Конгресса в Калифорнии, то есть я буду встречаться с ними в апреле, там специально будет все организовано, и мы пойдем внутрь Сената, в Конгресс, и нам дадут список обновлений, список рекомендуемых каких-то исправлений, законов, которые мы хотим продвинуть, и, в общем, я буду участвовать в этом. Когда-то лет 10 назад я уже ездила. Ну, с пользой ездила или так? Ну, просто, если честно, интересно, это даже тоже личные какие-то знакомства, но они у меня уже есть, то есть я ездила от другой организации тоже когда-то. Вот, ну, то есть как бы есть польза, просим сенаторов и представителей Конгресса голосовать как бы за определенные какие-то изменения. То есть чем больше нас поедет, и мы попросим на одни и те же темы их проголосовать за, то есть есть шанс, что там когда-то что-то в лучшую сторону изменится в иммиграционном проекте. Светлана, вот есть такой вопрос. Я очень пристально слежу за публикациями в таких в основных СМИ, и вот по теме грин-карт лотереи, конечно, наша аудитория, она очень интересуется лотереей, в первую очередь, во вторую очередь она интересуется семейной иммиграцией, то, что сейчас называют вот этот chain migration, конечно, потрясающе. И поскольку все это привязано к этому ДАКа, то есть как-то в пакет они все это уложили, и меня еще встревожила, там была такая мулька, наезд на тех людей, которые получают политическое убежище, не на границе, а вот как бы уже внутри страны, что как-то их там по-быстрому выкидывать, чтобы их можно было. Что-то движется, или так все на уровне благих, так сказать, или неблагих намерений? Пока что еще не видно, как быстро будут индивидуальные слушания, то есть для тех, кому отказали в статусе беженца, потом, если они уже не в статусе, в котором они приехали, им положена апелляция. И сначала назначают такое мастер слушания, это знакомство с студией предварительно, а потом назначают уже слушание по делу, где повторное такое собеседование, проходит только в зале суда. И вот мы видим, что там последнего, но у нас на самом деле маленький процент людей, которые попадают в это, но какой-то процент людей попадает. Вызвали довольно быстро на мастер слушания, буквально через пару месяцев после решения, потому что многие ждут год-полтора-два, чтобы получить это предварительное слушание. Но пока что неизвестно, когда будет назначено уже слушание по делу. То есть будет человек ждать 2-3 года, или он будет ждать год. То есть мы будем видеть. Пока еще нет, просто это очень такое, ну, свежее правило. И пока мы не видим еще в практике никакого движения. Последний вопрос, который у меня так назрел, вот наблюдая за всем этим делом, вот ваше личное мнение, и может быть даже больше, вот что там народ говорит, так сказать, в кулуарах, и в чатах, и так далее, нет ли такого, как-то это есть мнение, да, нет ли такого мнения, что с обломом того, что они пытались сделать с этой Дакой, семейной эмиграцией, там и так далее, с общим разочарованием по этому вопросу, и с приближением ноябрьских выборов, что они просто забьют на это дело до выборов, что у них уже нет ни потенциала, ни надежды на результат, ничего. Они, может быть, Даку с забором вместе в пакете протащат через к 23 марта, когда они должны будут делать бюджет, а все остальное просто забудут. На время и лотерея сохранилась, и семейная эмиграция сохранилась, и, в общем-то, не до этого, нет-нет, забыли и унеслись. Есть такая вот мурка? Шанс, вы имеете в виду, что просто не будет ничего менять, и как бы все оставить? Да. Ну, конечно, есть, потому что эмиграционные вопросы, они для того, чтобы закон поменялся, не административное правило, там, кого когда вызывать, а именно закон, чтобы поменялся, например, там, не разрешаем больше беженцам въезжать, или, допустим, там, не знаю, не разрешаем воссоединение семьи, или что-то такое. То есть, это должно пройти через ступени разные, то есть, через Конгресс и Сенат, и для этого нужно время, чтобы на эти вопросы, ну, на эту тему проголосовали. А если в Сенате и Конгрессе, там, и в суде, в Верховном ограниченное время, то вопрос эмиграции, он почти всегда уходит на последний план. Если это не связано с безопасностью страны, если это просто административные какие-то такие вопросы, они всегда уходят на задний план. Поэтому, если будет что-то более важное, там, в плане, безопасности, финансов, там, еще чего-то, там, здравоохранения, то, естественно, эти вопросы могут не распадеть. Ну что же, хорошо, ладно. Свет, спасибо большое. Я хочу ребятам сказать, что мы вкрались, так, в расписание Светланы напряженное. Я, в общем, с одной стороны, ну, я как бы извиняюсь, с другой стороны, в общем-то, Светлана сказала, что, ну, понятно, что надо было поделиться, уже актуальная информация, она прямо текущая, и так далее. Поэтому давайте мы пожелаем всех, всем, кто в процессах самых разных, на подступах, там, внутри, на выходе, и так далее, чтобы у них все получилось. А мы тогда уже постараемся со своей стороны как-то. Правда? Я хочу сказать, я хочу сказать, что вы как только немножко это самое разгрузитесь, давайте мы вернемся к теме отдельного совершенно разговора об процессе получения грин-карты, грин-карты, одаренный народ, способности, как там это называется, extraordinary abilities, и так далее, потому что вопросов очень-очень много сейчас, в частности, из этой бодяги, из грин-карт-лотереи, и воссоединением семей, сейчас очень много народ, которые говорят, ну, что там еще есть, ну-ка, давай, может быть, тут посмотрим, там посмотрим, то есть как-то сдвиг происходит в эту сторону, и, в общем, мы в следующий раз на эту тему поговорим, ладно? Да, хорошо, я тоже считаю, что надо на эту тему отдельно поговорить, вот, и поговорить на нее надо, эта тема, мне кажется, не совсем раскрыта для многих людей, то есть они не понимают, что это может подойти для просто специалистов высокого уровня, это не должны быть нобелевские лауреаты, у которых там более, там, какое-то там энное количество публикаций, то есть это все, можно подготовить, если есть на это время, там, желание и финансовая возможность, вот, так что с удовольствием поговорим с вами на этом. Все, машем ручкой всем, кто там нас смотрит, и спасибо большое, и до свидания. Спасибо, да, до свидания, удачи всем.